Радость со слезами на глазах. История, произошедшая в Кстовском районе, хоть и закончилась хорошо, закончилась так не благодаря, а вопреки работе правоохранительных органов. Ирина Хон потерялась в мае прошлого года. Она перенесла инсульт и потому может лишь назвать свое имя. Ее доставили в приют под Держинском и сообщили об этом в местную полицию, приложили фотографию, имя. А в это время в Кстовском отделе полиции туда обратились родственники пропавшей. И Кстовский отдел полиции вроде как начал искать. Следователь говорил родственникам, что надежды найти ее живой практически нет. В общем, более года данные были в Держинском отделе. А Кстовский искал и никак не мог найти. Обнаружили Ирину Хон благодаря случайной прохожей, которая запомнила листовку волонтеров. Вот прям жди меня, говорит. Вот год и три месяца прошло, и она живая, никто даже не верил. Как вы себя чувствуете? Да. Все хорошо? Вы помните, где вы были все это время? Помните? Нет. Не помните? Она пропала 29 мая 2017 года. О том, что найдена похожая женщина, сообщили 30 июля этого года на «Горячую линию». Женщина сообщила, что в Игумного в доме проживает похожая женщина. Зовут ее Ирина, фамилию она не помнит, ничего о себе рассказать не может. Это дом Баптистов Дзержинска. Как выяснилось, они нашли ее 1 июня 2017 года в поле, случайно, она под дождем сидела, одна совершенно. А вы помните, как вы потерялись? Где вы потерялись? Вы помните? Где вы потерялись? Да. А где там? На автобусе, когда я ехала, да. Вышла на той, наверное, остановке и заблудилась. Понимает все. Сказать не может. То показывает, то что может, то говорит. Она пропала 29-го, нашли ее только первую, получается, она несколько дней ходила, где-то бродила под дождем, они ее выходили, вылечили и, по сути, они спасли ей жизнь. Она говорила, что у нее есть дети, но мы не знали, где что искать. И как мы спрашивали ее, она же говорит, да, нет, фамилию свою Хон пишет и больше ничего не пишет. Жила Ирина вот здесь вместе с сестрами, вот в этой комнате, вот была ее кровать. Она рассказать не рассказывала, но вспоминает, наверное, как и любой человек, что-то, может, когда-то всплывало у нее в памяти. Мы сказали участковому, что у нас вот женщина появилась, фотографии ему отнесли. Вот, видим, какая-то нестыковка произошла, что ли, я не знаю. Сфотографировали ее, там пригласили участкового, он написал то, что вот такая-то женщина, какие-то приметы у нее. Ну, везде в полицию заявили. Я и в автозаводе писала заявление о розыске матери, и в Кстово я писала, что пропала мать, вот такая-то такая. Такие ориентировки были размещены год назад на остановках, на столбах, там где-то в магазинах. Целый год вот искали и полицию, и волонтеры, но никаких известий не было. Участковому отнесли фотографию, все приметы. Ну, я даже не понимаю, как так случилось. Вы знаете, я еще же ходила сдавать на ДНК, вот у меня брали слюну, говорили, что это занесут в базу, всероссийскую базу занесут. А по идее-то уже полиция там знала, что есть такой человек потерянный. Это, получается, они работают не сообща, что ли? У участкового была информация о том, что женщина такая-то найдена, то, что она плохо говорит, то, что отзывается на Ирина, и фото ее были. Я не знаю, оттуда сообщали, то, что ее нашли, знали, то, что в заявлении лежит. Ну, видимо, просто так полиция отнеслась. Как же так случилось? И почему полиция не могла найти то, что прекрасно знала? В этой истории полицейские так и не разобрались до сих пор. Сразу приехал участковый, сфотографировал бабушку, установил личность, то есть данные все были. Вот мы хотели просто понять, почему сразу не удалось найти родственников? У вас же, наверное, единая база. База единая, да. А почему сразу не надо найти? Я не могу сказать, я вам говорю. Информации у нас полной нет сейчас на данный момент, я вам ответить не смогу. Кстати, в ГУВД области, куда мы еще вчера обратились с запросом с просьбой разъяснить это годовое бездействие и несогласованность, за два дня сформулировать свою позицию по этому вопросу так и не смогли и комментариев не предоставили. Субтитры создавал DimaTorzok